Как сообщает сайт Блог ТВАЗ, ранее азербайджанская диаспора в России, руководству региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области некоторое время назад обратились в правоохранительные органы для установления наличия признаков разжигания межнациональных конфликтов в материалах, опубликованных на сайте ERKROMAS.org, и лозунги фашиста Горегина Нжде, используемого на сайте в качестве эпиграфа. В ответ на обращение азербайджанской диаспоры в Центре по противодействию с экстремизмом Главного управления МВД России по Московской области сообщили, что лозунг фашиста Нжде направлен на психолингвистическое расследование. А буквально две недели назад в эфире интернет-телеканала Патриот ТВ профессор Кемран Рустамов и член экспертного совета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Савельев, помимо всего прочего, активно обсуждали деятельность армянских СМИ, в том числе ERKROMAS.org на территории России. Что касается СМИ, то это горькая правда, вы правы абсолютно. Азербайджанские СМИ не присутствуют, ну или мало присутствуют в информационном поле в России, к сожалению. А те, кто присутствуют, они поднимают вопросы более такого развлекательного, бытового характера, скажем так. Они не знакомят общественность с азербайджанской точки зрения, не пропагандируют ее. Я не хочу сказать правду или неправду, но армянские СМИ, они присутствуют, они активны, они очень последовательны, они, если хотите, агрессивны. Девиз Нижде до сих пор красуется на этом сайте. Вы знаете, вот у меня такое впечатление, что иногда, что российские правители наступают на одни и те же грабли. Извините, Богороди, а сайт вот правильно я записал? ERKROMAS. А у него точка, домен российский у него? Да, российский, он зарегистрирован в Краснодарском крае. Газета армян России ERKROMAS издается с 1996 года. Онлайн-версия, издающаяся в Краснодаре газеты, сайт ERKROMAS.org. И в газете, и на главной странице сайта был размещен лозунг фашиста Горинина Нжде, близкого соратника Третьего рейха. Напомним, что газета армян России ERKROMAS была создана студентом Кубанского медицинского института Тиграном Тавадяном. Через некоторое время под прикрытием благих мер газета превратилась в рупор армянских националистов, идя вразрез с интересами России. ERKROMAS переводится с армянского как «часть Родина». Сегодня эта газета представляет угрозу национальным интересам России. Для газеты с главным офисом в Краснодаре, действующей в российском правовом поле, месседжи типа «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком» у многих вызывают недоумение. Ведь налицо призыв к акту насилия, агрессии, которая подпадает под статью Уголовного кодекса России. ERKROMAS своей деятельностью должна была стать площадкой для огромной диаспоры армян России, преследуя главным образом цели приобщения представителей армянской диаспоры к местным законам, культуре, общественной жизни. Ведь не секрет, что Россия является главным пунктом для армянских мигрантов, и зачастую многие прибывают на свою уже вторую родину элементарно без нормального знания русского языка. Кстати, сам главный редактор ERKROMAS, Тавадян, похоже, тоже не питает особой любви к русскому языку, иначе как объяснить его презрительные слова о великом и могучем? Единственное, о чем очень жалею, что родители отдали меня учиться в русскую школу, хотя в Сухуми была и армянская, как-то сделал чистосердечное признание Тавадян в интервью газете «Новое время». Большие вопросы вызывают также источники финансирования ERKROMAS, а также ее связи с внешним миром. Есть точные данные о том, что газета армян России ERKROMAS спонсируется со стороны ЦРУ Соединенных Штатов Америки. Поэтому все, что касается Тиграна Тавадяна и ERKROMAS, должно быть рассмотрено в правовой плоскости, так как деятельность газеты и ее функционеров несут угрозу национальной безопасности России.